Такую очередь возле дома 21 по улице Южной в микрорайоне Бутово-Парк-2 можно наблюдать почти каждое утро. Несмотря на то, что сегодня маршрутки подъезжают почти друг за другом, а если происходят задержки транспорта, то количество людей значительно возрастает. В очереди бывает до 100 человек. А сколько по времени стоите? Ну, минут 20 бывает и больше. В микрорайоне большие проблемы с транспортом. Этих маршруток не хватает, они очень маленькие. Ну, хотелось бы, чтобы больше машин было, потому что здесь уже все садятся, а дальше вообще стоят. Население этого микрорайона интенсивно растет. Новостройки регулярно заселяются жители, и всем им как-то надо добираться до работы. Вот ноги ходят на Варшавку, намного удобнее. Ну, это 2 километра получается? Ну, в принципе, да. Вот нам ближе здесь, а если идти с 2Б, получается намного дольше. А ведь не каждый способен на ежедневный кросс по 2 километра. Особенно родители, детей которых нужно отвезти в образовательные учреждения или поликлинику. Ну, с коляской я вообще молчу. Вот мы недавно ехали в поликлинику, мы полчаса стояли, чтобы хоть как-то впихнуться в автобус. Плюс еще проезд здесь очень дорогой, 45 рублей. Хотя в Щербинке есть много частных тоже перевозчиков, которые проводят за 35 рублей. Таких остановочных пунктов в микрорайоне несколько. И по словам местных жителей, практически на каждом очереди. Прокомментировать сложившуюся ситуацию мы попросили директора компании-перевозчика. Добавить там достаточное количество транспорта на маршруте. Просто напряженный трофик дорожный, он сводит на нет. Любое количество транспорта. К сожалению, мы здесь ничего сделать не можем. Регулярное автобусное сообщение решило бы проблему, но в ближайшее время его организовать не смогут. Количество людей увеличится, а количество зарегистрированных остается на низком уровне. Также, поскольку районы только формируются, идет строительство инфраструктуры. Поэтому часть объектов, которые построены, не переданы в муниципальную собственность. В связи с чем невозможно сделать и пустить сюда общественный транспорт. Ровно до того момента, пока все дороги не будут в соответствии с требованиями определены с разметкой, знаками. Пробки на дорогах – еще одна злободневная тема. Сейчас сложности возникают с организацией выездов из микрорайона. Так попасть на Варшавское с нового шоссе невозможно. Там установлен знак «Въезд запрещен». Большие неудобства автомобилистам приносят и одностороннее движение по параллельному участку Варшавского шоссе. Жители района, отвозя детей в школу, отвозят их за две минуты, в дальнейшем вынуждены выезжать на Варшавку. Таким образом, иногда путь назад домой от 20 до 30 минут составляет. В настоящий момент совместно с жителями района и также при поддержке Валерия Николаевича Черникова, тоже депутата нашего района, разработан проект, направлен на согласование и главе Ленинского района, и главе сельского поселения. Проект включает в себя сделать здесь двустороннее движение. Также представители местной власти предлагают с нового шоссе убрать знак «Въезд запрещен». Таким образом, появится еще один выезд на Варшавское шоссе, и пробок станет значительно меньше. А значит, маршрутное такси должно осуществлять перевозки своевременно.